всем привет в этом видео я хотел рассказать как стримить через стримчамп я сам давно стримлю через стримчамп и на мой взгляд это самая лучшая программа для стриминга которая существует на платформе ios то есть это ipad iphone и другие устройства сначала вам нужно скачать стримчамп пишем в веб-сторе стримчамп и скачиваем после запуска программы нас встречает такое меню здесь нужно выбрать платформу на которой мы хотим стримить у меня это youtube там просто нужно войти в аккаунт и вас перекинет потом на главную вот мы на главной странице стримчампа и в области где написано видео будет ваше изображение у меня оно такое квадратное потому что у меня айпад а у айпада разрешение 4 на 3 но для стрима я обычно его растягиваю как это сделать как растянуть нажимаем на экран режим и тут выбираем продвинутый горизонтальный оверлей далее нажимаем на область где будет изображение и жмем кнопку растянуть здесь ползунки с помощью ползунков растягиваем закрываем меню теперь как собственно привязать трансляцию к стримчампу во первых вам нужно создать трансляцию заходим в любой браузер я захожу в сафари и пишем творческая студия youtube заходим на сайт жмем эту кнопку начать трансляцию нас прикидывает в управление трансляциями здесь у вас ничего не будет у меня уже трансляция запланирована я сегодня буду стримить жмем кнопку запланировать трансляцию создать новое и пишем здесь название описание ну на свое усмотрение что хотите то и пишите далее ставим время на которой запланирована трансляция и доступ я для теста поставлю ограниченный дополнительных настройках обязательно нажмите автозапуск и авто завершение стрима чтобы ваш стрим запускался и завершался по одному нажатию кнопки в стримчампе и так трансляция создана но и надо привязать к стримчампу заходим обратно в стримчамп тыкаем на три точки сервер добавить и пишем название сервера здесь вам нужно указать ссылку на сервер и ключ сервера обратно переходим в творческую студию youtube и здесь мы видим ключ трансляции и адрес трансляции копируем это и вставляем в сам стримчамп и жмем добавить дальше перейдем к настройкам стримчампа здесь можно указать качество битрейт чистоту кадров в этих пунктах основывайтесь на свой интернет и устройство потому что у кого-то интернет медленнее у кого-то быстрее у кого-то устройство слабее у кого мощнее я обычно ставлю 720p битрейт четыре с половиной и 60 кадров в секунду в расширенных настройках я указываю и виси h264 хай 4.2 другие пункты расширенных настроек лучше не менять кроме overlay если вы конечно хотите добавить какой-то объект на этот overlay например гифку картинку или веб-камеру если у вас она есть здесь нужно выбрать частоту кадров overlay я выбираю 15 fps обязательно не забудьте нажать галочку адаптив чтобы когда ваша гифка или картинка подвиснет она автоматически обновилась перейдем к тому как добавить объект нажимаем на overlay и видим кнопку добавить жмем и тут есть выбор что добавить я выберу изображение из файлов там у меня гифка находится выбираем у нас перекидывают настройки объектов мне здесь ничего менять не нужно но если вас что-то не устраивает можете сами здесь покопаться попробовать разные настройки закрываем и вот со всеми настройками стримчампа мы закончили теперь можно начинать стрим это можно сделать из самого приложения или отсюда включаем микрофон и запускаем на этом все надеюсь было понятно и я вам помог ставьте лайк подписывайтесь на канал и на стримы тоже заглядывайте там весело всем пока